Солнце яркое, капель, и птицы поют, а это значит, что наступила весна. И первый весенний праздник, который нас встречает, это, конечно же, 8 марта. Это программа «Дело по мечу», программа, в которой мы пробуем на себе различные профессии и выясняем, как люди существуют в этих профессиях. В преддверии самого настоящего женского праздника, ребята, сегодня будем выяснять, как работают флористы. И для этого отправляемся в творческую мастерскую галереи цветов. Пойдемте! Рассказывать мне сегодня о профессии флориста будет Екатерина, собственно, флорист и... Флорист. И флорист. Кать, скажи, пожалуйста, кто такие флористы в общем и в целом? Можно ли назвать это профессией? И кто приходит в эту профессию? Флорист – это, наверное, все-таки в первую очередь призвание. Человек, который умеет ухаживать за цветами, работать с ним, вообще имеет к ним хорошее отношение. Но это должен быть в первую очередь человек с творческой личностью, у которого есть желание как-то себя проявить, что-то новое, себя тоже дать, показать. Ну, и у которого есть желание работать с цветами, ухаживать за ними. Это надо учиться в институте или все-таки достаточно, скажем так, внутреннего творческого посыла плюс какой-то взгляд художника, например? Это творческая внутри составляющая. Ну, а институт, он добавляет каких-то навыков, каких-то новых знаний. То есть прям есть институт флористов? Это не институт, это, как правило, курсы. Есть там пятидневные, десятидневные, есть двухгодичные. Двух? То есть два года, говорят, как делать букет? Да, показывают. Ну, там уже более высокая флористика. Чего начинается? День у флориста, ну и, наверное, мини-экскурсию по творческой мастерской галереи цветов? Я тебе покажу. Давай, пойдем. День у флориста начинается в первую очередь с обработки цветов. Что значит обработать цветы? Это ты достаешь цветы, которые стоят у нас в вазоне, и обрабатываешь их. Заменяешь новую воду, ставишь в вазоне, обрабатываешь и подрезаешь. Можешь попробовать? Давай. Приходя на работу, флорист... Вот видишь, как ты плохо режешь. Ну, я же не профессионал. Флорист подрезает все цветы. Здесь у вас тысячи, мне кажется, десятки тысяч цветов в этом помещении. Каждый из цветков надо подрезать? Каждый надо подрезать, и к каждому надо поменять воду. Это обязательное условие для того, чтобы цветок был свежий, красивый и качественный. Уже лучше. Ну, я сейчас к последнему цветку смотрю, я сейчас как сделаю, вообще круто. Можем брать сюда на подработку. Уже? Уже можно брать на подработку. Кать, мне было искренне интересно, когда я сюда первый раз вошел, почему вот это находится в виде луковиц. Что это за цветы? Почему они находятся вот именно в таком состоянии? Я вам покажу. Давай. Это одноголовая хризантема. Это сеточка, она ее оберегает, чтобы не рассыпалось, не задели никто. Она открывается после того, как снимешь. А сейчас сможешь обратно надеть, чтобы ее свернуть? Нет. Это делается только один раз. Хорошо. Какие еще, кроме одноголового хризантема, розы я могу определить, тюльпаны могу определить. Какие еще цветы есть в магазине? Есть еще гортензия. Гортензия что это? Вот в этом букете, который делает Нина, это вот как раз гортензия, цветок. Есть еще кустовые розы. Кустовые розы? Ну да, еще часть в холодильнике. Это что за цветочек? Это кустовая хризантема. Кустовая хризантема. Отлично. Как выбрать хороший цветок в магазине? Потому что, ну мы все прекрасно знаем, что есть протасы, которые не очень радиво относятся к своей работе и пытаются продать какие-нибудь завиалы еще. Как определить хороший цветок? Как правило, хороший цветок, его видно сразу. Хороший цветок. Листья зеленые много. Так. Хороший толстый ствол. Толстый ствол? Толстый. Достаточно толстый. Так. Сам бутон красивый. Вот потрогай его, он плотненький. Даже на вид он хорошо выглядит. Что-то не пахнет. Они, наверное, не пахнут. Не пахнут. Не все розы пахнут. И есть розы плохого качества. Вот, которые у меня одна пачка как раз попалась. Вот видишь, вот некоторые думают, что вот это бутон, который еще скоро откроется. Так. На самом деле это бутон, который вот так вот осыпался и уже опал. Друзья, этот бутон отправится кому-нибудь на свадьбу в виде... В этой коробке тюльпаны находятся. Слушайте, тут тюльпанов? Ну, в деньгах не скажу, но в килограммах это как что-то типа пол меня. Вот они приходят вот так. То есть они вот так вот через границу идут? Ну, штук 300, я думаю, 400 тут лежит. Очень тяжело. Я так понимаю, что флорист должен быть еще и как минимум сильным физически. Ну, желательно, потому что иногда приходится собирать букеты, которые очень тяжелые. Друзья, если вы вдруг считаете, что флористы это очень легкая профессия, зайдите в галерею цветов, посмотрите на бицуху девчонок. Я предлагаю тебе собрать букет. Давай. Давай, с чего он будет, что это такое будет? Давай сделаем что-то весеннее. Да, тюльпаны. Я тебе могу предложить вот такие тюльпаны. Они очень высокие. Тебе будет очень удобно в первый раз собрать букет из таких тюльпанов. Я согласен. Ну что, приступаем, так сказать, к практической части нашей программы. Проходи за стол флориста. Стол флориста, друзья, это вот такая вот стойка без стула, потому что сидеть флориста некогда. У него есть ножницы для работы, у него есть лента упаковочная есть, у него есть, смотрите сами, пыщ-пыщ. Освежиться надо было перед работой. Ну и еще что? Здесь еще есть упаковочная бумага разного типа и фасона, формата и так далее. Лучшие профессионалы в сфере флористики в мире – это мужчины. Ну что, присоединюсь к их, так сказать, числу. Кать, что дальше делать? Вот у меня есть тюльпаны. Я тебе вот достала немножко мимозы, чтобы твой букет был поярче. Нижний лист оторвать надо. Да, прям можешь бросать на пол. Здесь только хорошие цветы, поэтому в нашем букете, в букете канал 16 будет только классные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Как правило, считают по стволам. Я тебе уберу, чтобы не мешало. Одиннадцать достаточно. Да. Основное в букетах – это собирать их по спирали. Но навряд ли у тебя это получится с первого раза. Поэтому ты будешь просто стараться собрать их по спирали. Хорошо. Старайся длину выдерживать. Длину здесь не важна. Да. Важна наверху. Да, внизу мы с тобой подрежем. По спирали. По спирали. По спирали. По спирали. Так, добавляем сюда вот. Веточку, да, тоже ее. И дальше добавляешь цветы. Вы вот не знаете, но оказывается, что перед большим праздником 8 марта, самым главным женским днем в году, флористы работают круглосуточно. И это на самом деле не шутка, не преувеличение, это действительно так. Дамы во всех цветочных магазинах делают так, чтобы нам, мужчинам, было что подарить своим дамам на праздник. Вот есть ленточка. Ленточка. Которую тебе теперь надо перевязать в букет. Серьезно? Одной рукой? Да. Тебе надо это попробовать сделать одной рукой. А как это делает профессионал? То есть держит, вот как я? Да. Да-да, так тоже делают, как правило. И все ровненько подрезаешь. Дорогие друзья, букет, в общем-то, готов. Осталось его только, если просит клиент упаковать в ту бумагу или в ту упаковку, которую он просит, отдать ему в руки и забрать у него денег. Собственно, самое важное. Ну что, я так понимаю, все, что можно было постичь из простого, я сделал? Нет. Мы еще забыли сделать одно дело. Давай, какое? У флориста, который первый день провел на работе, получился делать букет обязательно. Есть еще одно дело. Заходи в холодильник. Так, и чего? Отдостай мне вон ту розу. Итак, это называется посвящение во флориста. Слушайте, меня здесь заперли, но слава богу, здесь есть виноград, здесь есть апельсины, конфеты и кое-что еще для праздника, что мы показывать не будем. Так что, я думаю, что даже в пятиградусной прохладе этого холодильника я выживу, но меня посвятили у флориста, это здорово. Кать, скажи, пожалуйста, получилось ли у меня что-нибудь из профессии флориста, из работы флориста? Да, у тебя получилось все отлично. Очень быстро научился обрабатывать, неплохо собрал букет, но тебе нужно еще немножечко сюда к нам подходить, посмотреть, потренироваться, и тебе все будет по плечу. Спасибо тебе большое за этот потрясающий цветочный ликбез. С 8 марта вас, дамы, девушки, счастья вам и здоровья! Спасибо за просмотр!